Мелисса лекарственная. Народное название мята лимонная. Цветет с июня по сентябрь. Встречается в южных районах европейской части России, в Крыму, на Кавказе и в Северной Азии. Культивируется как лекарственное и эфирно-масличное растение. Растет среди кустарников по лесным опушкам на сорных местах. Возделывается на плантациях лекарственных и эфирно-масличных растений. Применяемая часть листья и верхушки побегов с цветками. Собирают с июня по сентябрь. Химический состав. Листья содержат эфирное масло с сильным лимонным запахом, в состав которого входит цитраль, цитронеллаль, гераниол и другие вещества. Листья также содержат дубильные вещества, смолу, кофейную, олеиновую, урсоловую кислоты и витамин С. Лечебные действия растений зависят от эфирного масла, которое обладает успокаивающим свойством. Применение. Мелисса издавна широко употребляется в народной медицине различных стран. Растение возбуждает аппетит, усиливает деятельность пищеварительных органов, обладает легким слабительным и патагонным действием, прекращает тошноту и рвоту, освобождает желудок и кишечник от газа, прекращает судороги, уменьшает и снимает боли, благоприятно влияет на деятельность сердца, успокаивает и укрепляет нервную систему. Растение также регулирует половую деятельность, успокаивающее действует при перевозбуждении половой функции. Настои листьев и настои верхушек побегов с цветками принимают при плохой деятельности желудочно-кишечного тракта, одышке, астме, различных невралгиях, мигрени, бессонница, малокровии, зубной боли, при перевозбуждении половой функции и болезненных менструаций, а также как слабительные и патагонные средства. В народной медицине Средней Азии настои листьев принимают при меланхолии и малокровии. Особенно рекомендуется принимать настой мелисы при сердечных заболеваниях. У сердечных больных снимаются боли в области сердца, исчезает одышка, сокращаются приступы тахикардии, понижается кровяное давление, реже становится ритм сердечных сокращений и замедляется дыхание. Наружно настой листьев или настой верхушек побегов употребляют в виде полоскания при зубной боли и заболевании десен, а в виде травяных подушек компрессов при ревматизме, ушибах и язвах. Способ применения. Первый. 8 чайных ложек листьев или верхушек побегов с цветками мелисы настаивают 4 часа в закрытом сосуде в двух стаканах горячей кипяченой воды. Принимают по полстакана 4 раза в день до еды. И второй способ. 3-4 столовые ложки верхушек побегов или листьев обварить кипятком, измельчить, завернуть в марлю и подушечки прикладывать к воспаленным и больным местам. Следует помнить о том, что перед применением любого лекарственного препарата необходима консультация специалиста.